Привет, друг! Ты на канале JoyCenter, с вами таракторист Джон Кормилицин, это 57 новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске обновление ZBrush 2021.7, Blender 3.0 снова переносится. Новые цены на Redshift, нейронка от косметической компании L'Oreal, GPU-рендер Maverick и обучалка игры на пианино, схожая с Guitar Hero. А анонсировали ZBrush 2021.7. Чего-то в этом году появляется все больше полезных фич, которые делают скульптинг и моделинг еще легче. Все идет на максимальное упрощение. Среди новых функций это Keystick Knife для резки геометрии. Выглядит намного точнее Clip Curve, подходит для Hard Surface. Новый инструмент Stage сохраняет два преобразования меша и позволяет переключаться между ними. Еще внедрили кисти Bevel Flat и Bevel Arc, которые создают плоские и закругленные скосы вдоль кромки. Выбираешь две грани, настраиваешь угол среза и система автоматически скашивает ребро. Помимо всего прочего, появилась интерполяция между двумя мазками кисти. Пригодится для создания узоров. И да, инопланетянский. В кавычках интерфейс не обновили. Но и не надо, это самая удобная программа, которую я знаю. Все примечания смотри по ссылочке в описании. Для тех, у кого лицензия, и кто счастливчик, обновление бесплатное. В прошлом выпуске многие спрашивали, где Blender? Вот ловите процедурный шейдер шерсти. Разработчик предупреждает, что аддон работает только с UV. Так что прежде чем начинать, убедитесь, что у вашей модели есть развертка. Ссылочка в описании. Но по самому Blender интересных новостей пока нет. Единственное, что вышло, это четвертое обновление 2.93 LTS, которое с момента последнего выпуска содержит 31 исправление. Change Log по ссылочке в описании. А вот Blender 3.0 непредсказуемый. С ним было очень много переносов. Буквально неделю назад анонс стоял на ноябрь. И прям перед выходом этого выпуска поступила инфа, что релиз состоится только в декабре. Темп немного замедлился. С 30 августа Maxon прекратили продажу бессрочных лицензий Redshift в пользу ежемесячной или годовой подписки. И теперь мы можем посмотреть ценник. Годовые лицензии доступны за 264 доллара, а ежемесячные за 45 баксов. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Также Redshift доступен как часть подписки Maxon One, которая включает в себя все их продукты, и потянет она аж на 1200 баксов в год или 149 ежемесячно. Появился новый плагин Spriny для анимации в Cinema 4D. Он используется для предотвращения косячных перекрытий у анимированных объектов. Можно накидывать несколько этих плагинов для нацеливания на разные объекты или накладывать их друг на друга для более сложных эффектов. Только он не контачит с клонером, и нежелательно применять его на сотни объектов. Spriny поддерживает Cinema 4D R20 и до последней версии S24. Ну и разработчик плагина, в принципе, как и многие другие компании, сделали активацию лицензии через подключение к интернету. А тут, как известно, могут быть траблы с браундмауэрами или VPN, которые некоторые запрещают, но не об этом. Так вот, если будут проблемы, то надо будет решать с разрабами. Все ответы находятся в разделе факт, ссылочка в описании. Состоялся очередной анонс от студии VETA Digital и SiteFX. Это те, что выпускают Гудини. Так вот, совместно они представили программу VETA-H для создания VFX и анимации. Как пишут разработчики, VETA-H откроет неиспользованный потенциал Гудини. Интересно, насколько он там неиспользованный. В бету он войдет в четвертом квартале вместе с VETA-M. Это облачный сервис, предоставляющий доступ к внутренним инструментам студии VETA. Будет совместим с Maya. Сколько это будет стоить, пока не ясно. Ну и качайте Майку или Гудини. Блендер и Синьку пока не завезли. Один из разработчиков игр KevKev представил свой очередной эксперимент в Unity. На этот раз он воссоздал обычные движения скейтборда с помощью пака DreamTec Spline. Анимация игрока или скейта идет по сплайну, который может быть любой формы и создаваться в самом игровом процессе, что упрощает привязку. Вообще звучит логично, что тут сверхъестественного не знаю, но вдруг вам пригодится этот пак. KevKev, кстати, занимается разработкой игры Last Man Sitting. Причем вроде как в одного. Игра по виду забавная и уже находится в раннем доступе в стиме. И еще в тему движка Unity. Разрабы в своем блоге выложили новую бесплатную книгу под названием 70 и более советов по повышению производительности Unity 2020 LTS. Да, все эти полезные приемы позволяют даже шарящим художникам сэкономить время и больше сосредоточиться на основном творчестве. Ссылку оставили в описании, не игнорьте официальные доки от самих компаний. Random Control выпустила обновление своего GPU рендера Maverick версии 2021.4. Разработчики пишут, что выпуск отличается от предыдущего больше, чем обычно, так как они готовят почву для новых ключевых функций, которые будут выпущены во второй половине 2021 года. Так что уже скорее всего скоро. В этой сборке модернизировали Shadow Catcher, что теперь дает возможность создавать альфа-тени и качественные зеркальные отражения независимо от фона. При этом новая функция Region of Interest позволит определить размер области, за пределами которого Shadow Catcher больше не действует. Это необходимо, чтобы отражения не казались обрезанными. Еще добавили три новых режима навигации по сцене. Это Pivot, Centroid и Surface. Подробнее по ссылочке в описании. В прошлом году косметическая компания L'Oreal на одной из европейских конференций представила нейронку Engine Map Gun или проще M-Gun. Предназначена она для того, чтобы состарить ваше лицо. Ну вдруг ты захочешь посмотреть на себя в старости и понять, что тебе нужно накрасить губы. Этот Gun в отличии от других подходов изменяет внешний вид с высоким разрешением. Причем старение идет по этнической принадлежности. Система обучалась на 7000 изображений, где распознавала аж 16 признаков старости. Доклад по нейронке лежит на гитхаб, ссылочку оставили в описании. Следующая программа для тех, кто мечтает научиться играть на фортепиано. Скоро запустится демка с дополненной реальностью для Oculus Quest. Выходит оно под названием Magic Case и по технике схоже с Guitar Hero. Просто одеваешь очечи, садишься за свой инструмент и набиваешь движение по летящей проекции. Главное купить пианино, оно не цифровое. В планах у разраба дойти до виртуального учителя. Кстати, первоначально программа шла на HoloLens, но от них пришлось отказаться из-за ограниченного угла обзора. Как и от самого HoloLens. Вот такие дела, да и судя по их ценнику, думаю мало кто потянул бы. Хотя, у олигархов, я думаю, есть свой учитель. Что уж тут, если на алике стоимость доходит до 800 тысяч рублей. Чего бля? Состоялся анонс T-Conceptor 4.0. Это инструмент для быстрого китбэшинга и 3D моделирования. Новые функции включают более минималистичный интерфейс, удобную библиотеку кистей, новые модификаторы подразделения и оптимизации, возможность импорта смузинг-группа, а также улучшенная производительность и стабильность, ну и множество других улучшений. Программа стоит 49 баксов в год и, кстати, в их лицензиях есть инновационный подход. Каждый час, потраченный на рисование, продлевает срок действия лицензии еще на 14 дней. Это включает и 30-дневную бесплатную пробную версию. Довольно интересная геймификация. Впервые с таким столкнулись. Если знаешь подобные приколюхи в других софтах, пиши в комментариях. Будет очень интересно почитать и взять на заметку. Вышла новая софтина, клавикула 0.9.0, предназначенная для моделирования на ПК и VR. Ну как новая, большая часть функций перенесена из программы Необарак. Сам разработчик не особо продвигает свой продукт, и на его официальном сайте вообще ничего не найдешь. Чтобы посмотреть какую-то информацию, надо лезть в фейсбук. И при этом даже там все написано очень скудно. Типа догадывайтесь сами, напишите, кто пользуется продуктами этого разраба, а может мы чего-то не догоняем. Ну так вот, релиз первой версии клавикула будет выпущен после того, как слои шейдеров будут перенесены в новый интерфейс. Это означает, что он будет иметь все функции последней сборки Необарак. Для чего все подобные телодвижения по переносу, непонятно. Фу, и минутка расслабится от сложных новостей. Наткнулись на сайт Sinesia, который генерит музыку с помощью клавиатуры. Причем в реалтайме сочетаются визуал и звуки. Главное, чтобы потянул интернет. Написано, что работает исключительно только на ПК. Но некоторые писали, что получилось запустить на ноуте. Мы тоже пробовали, и в итоге на нашем буке не прокатило. Еще у разработчиков много других приколдасных проектов. Например, он экспериментирует с меташарами, реагирующими на звук и музыку в Юнити. Расслабон по ссылочке в описании. Спасибо, друзья, за просмотры и за дизлайки в последних выпусках новостей. Я не знаю, кто этим занимается и кто накручивает нам подобные цифры. Но цифры есть цифры. Это нас уж точно никак не остановит. Я обожаю свое комьюнити. Я обожаю все, кто говорит разные вещи про то, что мы делаем. Для меня любые эмоции, которые вы выплескиваете, это охрененно. Это то, что можно назвать искусством. Если вам что-то не нравится, лучше напишите комментарий. Мы начнем учить английский язык и исправлять какие-то определенные вещи. Не грусти, не будь букой и закинь свою работу к нам в еженедельный, ну практически еженедельный, пост, где мы выкладываем классные работы. Которые потом выкладываем, кстати, сюда. Так что кто бы ты ни был, дизлайкмен, я тебя обожаю, чувак. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, мои любимые друзья.